Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас завтрак. Приготовила горячие бутерброды, приготовила панкейки. Вроде бы всегда делаю по одному и тому же рецепту, но в этот раз получилось как-то ужасно. Не знаю, я прям разозлилась. У меня что-то все не получалось. Бутерброды разваливаются, панкейки какие-то не очень. Ну, в общем, давайте приступим. У меня здесь мед. Я его на водяной бане разогрела немножко, чтобы вот так вот можно было полить, полить. Кто любит мед, пишите в комментариях. Я их, честно, не очень люблю. Но так, не прям обожаю мед. Я даже в какой-то момент решила, может, даже не стоит снимать мукбанг. Потому что все как-то по-дурацки получается. Хотя с утра нарядилась. Встала сегодня в 7. Еще эта кофта. В комментариях меня спрашивали, почему я ее не ношу. Реально купила год назад. Ни разу никуда не носила. А все из-за этого горлышко. Он как-то странно сидит. На фотографии все сидело гораздо лучше. Кстати, насчет заказов. Я замечала в последнее время, что все заказывают все из Турции. Например, идут, меряют в магазинах, а потом заказывают из Турции. Я такая думала, блин, ждать. Еще плюс за доставку они платят, потому что заказывают через каргу. Я думала, блин, зачем они это делают? Подумаешь, там, 5-10 монат сэкономят. Вчера вечером было нефиг делать. У меня видео загружалось. С пивным столиком. Пивной тарелкой, точнее. И мне нефиг делать, я решила зайти, посмотреть. Взошла и просто офигела. Прикиньте, тональный Estee Lauder W. Луэ стоит в два раза дешевле, чем у нас в магазинах. Если даже приплюсовать, ну пусть 5 долларов за доставку, все равно нифига себе получается. Очень выгодно. Не знаю, почему в Турции все это стоит намного дешевле, чем у нас у всех. Но этим однозначно стоит воспользоваться. Я решила сделать заказ. Заказ там целый геморрой заказом. Напишите мне, пожалуйста, кто умеет заказывать. В принципе, подружек можно спросить, они заказывают. Но они так сложно объясняют, я нифига не поняла. Там надо пройти регистрацию через таможенную и так далее. Раньше этой всей канители не было. Просто люди начали очень много массово заказывать. Некоторые даже начали продавать эти вещи. Поэтому в месяц больше 300 долларов ты заказать не можешь. Но ты на одного человека. Но мне больше и не надо. Я же не на продажу. Я чисто себе. Сейчас вот эти вот бутерброды сейчас развалятся стопудово. Это горячие бутерброды. Здесь что только нету. Сосиски нарезала. Яйцо. Помидор. В общем, я решила заказать всего. У меня вообще последние где-то 4 дня. Такое настроение. Мне хочется себя порадовать. Не знаю, что именно купить. Либо парфюм какой-то дорогой. Либо ювелирку себе, например, купить. Либо еще что-то. Вот мне прям хочется себя порадовать. Сказать я в чем-то молодец, какое-то мое видео взорвало. Нет. У меня убывают периоды в жизни, когда мне хочется прям себя радовать. Потому что меня никто, кроме меня самой, не радует. Не то, что я жалуюсь и так далее. Но в моей жизни никогда не было, что мне кто-то, например, подарил какой-то дорогой подарок. Это не касательно отношений. Даже со стороны родителей. У меня не было такого, что, например, у меня день рождения, мне дарят последний айфон. Или у меня днюха, мне дарят, например, кольцо с бриллиантом. По большому счету, все ценное, что у меня есть, я покупала себе сама. Это ни в коем случае неплохо. Просто у меня так повелось. Когда я вижу, например, в тиктоке видео, как ребенку на день рождения дарят, например, последний айфон. И ребенок начинает просто истерику из-за того, что айфон не того цвета. Я сразу думаю, избаловали. В моем детстве телефон надо было заслужить. И даже ты, если его заслужишь, это не будет айфон. Это будет какой-то Нокия. Прямо сыр чувствуется. Я думала, что он будет прям тянуться, но нет. Я еще круассанчики купила. Просто места не было положить. Я даже кофе вот сюда положила. О чем я говорила? Так вот, когда у меня появляется резкое желание, что я хочу себя порадовать, я стараюсь это делать. Я немножко в душе шипоголик, если честно. Вы, наверное, это замечаете. Я хоть стараюсь, например, что-то не покупать, где-то останавливать себя. Но я это делаю с трудом. Вот я могу себя почувствовать счастливым человеком. У меня, например, стресс, какие-то проблемы. Мне чего-то не хватает в жизни, любви, какой-то заботы и так далее. Что я делаю? Я просто себе что-то покупаю и заполняю эту пустоту внутри себя. Кто-то, например, получает кайф от похода в разные заведения, например, путешествия и так далее. У меня это покупки. И, как правило, что-то ненужное. Где-то что-то я урезала, я сразу думаю, блин, вот я молодец. Так вот. Если вам интересно, я могу снять отдельное видео моей покупки с Турцией. Но они, наверное, будут приходить в разное время. Мне придется это все не открывать, ждать. Это все приходит из разных магазинов. С разной службой доставки. Поэтому что-то раньше, что-то позже. Плюс-минус надо все оставить и снять для вас видео. Потому что разница просто колоссальная. Это ладно, там 5-7 долларов, но когда товар в два раза дешевле, там, это прям стоит заказать. У меня подруга пару дней назад, точнее, пару недель назад советовалась со мной. Говорит, вот мы с парнем пошли в магазин Zara. Мне там понравилась сумка. И он повернулся и сказал мне, что лучше давай закажем с Турцией, там в два раза дешевле. И она никогда не заказывала, и я никогда не заказывала. И она мне такая говорит, прикинь, какой жмот. Мне что-то понравилось. Он сразу экономит на мне. Как вы думаете, что посоветовала подруга? Я такая, вот осел. Какой ужас, подруга. Какой ужас, караул. Беги от него. А оказывается, он-то умнее нас. Я прям эту сумку не видела, которую хотела моя подруга. Прям вот ту модель не нашла. Но были другие. Стоили все. В два раза дешевле. Я позвонила своей подруге. И говорю, помнишь наш разговор неделю назад? Она такая, помню. Так вот, он все-таки был прав. Но она все равно не согласилась со мной. Она говорит, что раз мужчина, когда только начал общаться, уже начинает найти экономить, это неправильно. Но у нас просто очень много кто так делает. Это просто в пределах нормы. Люди просто приходят в Зару померить, посмотреть. Потом фотографируют и тоже самое заказывают. А я вообще отвыкла вообще ходить в магазины, шопиться. Я раньше считала, что онлайн-шоппинг никогда не заменит нам реальный шоппинг, потому что все-таки вещи надо померить, посмотреть, потрогать, материалы и все дела. А сейчас мне настолько в лом ходить по этим молам. Пусть даже пару вещей я промахнусь, как вот эта вот футболка. Мне не нравится, как вот здесь горлышко смотрится. Пусть промахнусь, но ничего, закажу все равно. У нас круглый год груши стоят дорого. груши. Вот мне всегда интересно, почему. У нас же растут деревья, груши. Так же, как и яблоки. У нас у бабушки там есть дерево, груша. Ее еще посадил мой дед, который умер. царство ему небесное. И до сих пор дерево приносит плоды. Сколько лет прошло. я с его дедом не веду. Он умер задолго до моего появления. Я, получается, в роду самая маленькая. Хотя нет. У меня двоюродная сестра. Она на 40 дней младше меня. вот я реально не верю в сны, не верю в приметы. Я не помню, то ли маме приснилось. Получается, мама была беременная и у папы брата, жена тоже была беременная. И, по-моему, маме приснился сон, что ей дают платочек. Потом уходит женщина. А потом возвращается вот этот платочек жене брата. И мама сразу поняла, что у них будут дочки. И родилась я. Потом родилась моя сестра Диана. Она, кстати, смотрит мои макбанки, смотрит мои бумажные видео. Так приятно, что ей действительно интересно. И мы с моей двоюродной сестрой росли вместе, учились в одном классе, сидели за одной партой. Мы очень хорошо ладили, кстати. Прям не разлей вода были. Возможно, это сон прям совпадение, да? Но с другой стороны, как во сне было, так и произошло. в такую жару я пью кофе. Пару панкейков осталось, но бутерброды были хоть внешне не очень, но на вкус очень даже вкусные. На этом все, всем пока! дам!